Девушки отдыхают Бои третьего круга, мы сможем посмотреть В этот круг прошли 6 из 8 российских бойцов И предыдущие наши программы показали очень много интересного Интересных боев мы видели, очень много интересной техники Думаю, сегодняшняя программа будет такая же С нами в студии в качестве гостя Борис Глушенков, брончиф, московский брончиф Один из извечных бойцов Добрый день, Борис Здравствуйте Обладатель пятого Дана Забыл я сказать, между прочим Ну а в качестве ведущего, как обычно, Константин Белый Бориса мы увидим и среди участников этого мероприятия В качестве и тренера, и в качестве судьи Я думаю, что его мнение будет для нас очень интересным Как человека непосредственно изнутри всего мероприятия Кстати, японцы в третий круг соревнований прошли значительно хуже, чем россияне У них выбыло, по-моему, 4 или 5 бойцов Хотя у них двойной состав, все равно японцев осталось многовато Тем не менее, предыдущие круги показали, что с японцами бороться можно Реально их побеждать И есть все шансы, что чемпионом мира станет Ну, не японец, а в лучшем случае для нас, может быть, кто-то из наших бойцов А сейчас мы начинаем третий круг соревнований Как обычно, с первым номером выступает обладатель Кубка Мира Один из главных претендентов на чемпионское звание Такаюки Цукагоши Два предыдущих боя он прошел уверенно, как танк Просто своих соперников уничтожив Ну, вот в третьем круге он встречается с бойцом из Казахстана Владимиром Артюшиным Мы говорили, что казахи были также одни из претендентов Ну, по крайней мере, на попадание в восьмерку Очень хорошо команда была готова Вот, и поэтому первый вопрос хотелось бы задать Борису Как тренер, один из тренеров сборной команды Понятно, что готовились прежде всего на японцев Но кроме японцев, кого держали в голове? Вот тоже, кого разбирали? Ну, это, в первую очередь, литовец Имбрас Болгарин Валера Димитров И, конечно, казахстанец Леонов Ну, это вот, также это и Касатонов Тот же, из Украины Касатонова мы видели в нашей прошлой программе Он встречался с Василием Ходяковым Да, тяжелейший бой Вася молодец, проявил дух, волю В принципе, выиграл бой у Касатонова Ну, вот как, сейчас мы смотрим бой Артюшина Владимира Вот как такому легкому парню, там, 80 с чем-то килограммов Бороться с 115-килограммовым бойцом Да еще, кроме того, кроме того, что он физически сильный Он еще и опытный Вот как бороться? Вот если Василий выиграет этот поединок Он должен в следующем, вот сейчас Василий Ходяков поднимается Он должен в следующем бою драться с Сукакоши Как вот драться с такими? Ну, если Василий сейчас сможет выиграть у Сакамотова Он, значит, сможет выиграть и у Сукакоши Ну, как это? Правило позволяет Самое главное, что позволяет правило Это три раунда нужно отодраться Показать дух, силу Ни в чем не проиграть Ну, и в суде Все зависит от судей От судейства, как они будут к этому относиться Потому что прецедент этому был, Мидори же выиграл чемпионат мира Легкий Да, и, кстати говоря, вот кто смотрел этот чемпионат мира Помнят, что не просто выиграл, а убедительно выиграл Он большую часть боев закончил досрочно Нокаутами Вот любопытный бой, да Казалось бы Для Василия любой соперник Он Любой соперник Он здесь, наверное, на турнире Фактически уже некая проблема Потому что Василий один из самых легких, если не самый легкий участник И вот даже, казалось бы, Сакамото Шинджи Вроде не очень большой казалось, вот так визуально Но на самом деле все равно на 20 с лишним килограммов тяжелее За 90 весит Мне кажется, Василий Худяков очень опытный боец Он все-таки призер Кубка мира И Тяжеловесом В абсолютке с такими легковесами, как Василий Худяков Очень тяжело драться Потому что у Василия есть техника Есть сила духа, воля И он может сам Делать и нокауты, и нокдауны Что он не раз доказывал на татаме Нет, ну вот если Как действовать против Василия Все равно более-менее понятно Его надо лишить маневра Куда-то загнать в угол какой-нибудь Не дать ему двигаться И попытаться реализовать разницу в весе в свою Если в свою пользу А как действовать, наоборот, Василию против более тяжелого А вот Василий сейчас это и показывает на татаме Вот он сейчас рвет дистанцию Не отходит от боя Сам принимает инициативу Сакамута Ну Не дерется почему С ним А Василий дерется Именно показывает Удагную технику Рвет Дистанцию Рвет ритм боя И поэтому Сакамута Нету Ни преимущества Ничего Да Вот поэтому По первому-то раунду Не то, что нет преимущества Вообще-то По большому счету Он даже вообще-то И проиграл Потому что Полная инициатива Количество ударов Значительно меньше Да и вообще Он просто Фактически Ничего не делал И толком и не бил Ну технику делать не точно Просто лишь бы сделать А Вася понятно Он не может Накрутировать его в корпус Потому что нету Ну Все-таки Тяжелее 20 с лишним килограмм Это серьезно Но факт тот Что он делает технику Показывает разный уровень Как нижний уровень Средний И высокий Ну верхний уровень Ногами Рвет дистанцию Вставляет Хорошо плотно руки Движется Он моделирует схватку Это самое главное Ну я же говорю Он опытный Потому что Василий Долго к этому ушел Я думаю У него тоже Как говорится Было все Он все прошел Ну как люди говорят все Не тот велик Кто никогда не падал Тот велик Кто падал Уставал Так Василий Из тех вот людей Кто смог это сделать Он сейчас я считаю Ну Легковес очень сильный В мире Ну Достаточно сказать Что он На соревнованиях Уровня чемпионатов России Дерется уже Порядка 15 лет Да Это о чем ты говоришь Я помню это в 93 Что ли году Он впервые на России Выступил Да Это Даже просто выступать Столько лет сложно А уж на уровне России Выше Да еще Быть призером Или чемпионом Это таких как он Наверное До 10 человек Ну да Не много Вообще Среди всех версий Кюкшенка Да Вот сейчас в концовке Чуть-чуть Вася встал Ну Чуть-чуть Встал Очень маневр Нужно развивать Атаку Бить Примерно так же Мира Совсем какой-то Был новичок А здесь таких Нету Вот Только разве что В голову Он может Накутировать Так вот Мы фактически Практически все бои Идут По 7 минут Представляете Дорогие друзья Каждый бой 7 минут А надо выходить Еще на следующий Бой На следующий Да Самое главное Себе заставить Сделать шаг Неизвестности И Конечно Мастер маневра С кого можно было Ну В то время Еще Как бы сказать В прошлом веке Брать пример Это был Танегаваков Он и есть Один из великих Я считаю Легковесов Потому что В 95 Году Или четвертом Это был последний Абсолют Уже общий Он выиграл У Курасавы Тогда Это Меня поразило Как он это смог сделать Да Мастер Очень жестких Лоу-киков И прямых ударов Руками То есть Такое Классическое Прямлинение Японской манеры У Курасавы И против него Драться Вот если Стоя Без маневра Это как Со столбом Бетонным Драться Юрий Бекишев Когда дрался С темночем Мятнимира Говорит Он говорит Бил Маваши Гири Гидан Ну то есть Лоу-киков У меня говорят Гематомы На голове Выступали Ну У него Он приседал Со штангой 350 килограмм Ну как бы сказать В проходке Делали То есть Сильный парень Был Конечно Гидан он Бил сильно Я сам это видел Да Есть известный фильм Про Курасаву Как он готовится Как раз К чемпионат Там есть фрагмент Где он приседает Со штангой Да И как он как раз Вот Выступает на соревнованиях Что-то вообще Феноменальное Да Я вам скажу Мидери тоже Очень сильный парень Потому что Он у него Вон Проходку Приседал 202 или 205 килограмм То есть Собственно Вес Около 70 Так Бойцов 71 килограмм Ну мы видим Что Василий Ходяков Одержал победу И на мой взгляд Очень убедительную победу Это Я не очень понял Это упустил К сожалению За разговором По весам Ли он выиграл И по решению судей Но По всей картинке Он просто был лучше Во всех трех раундах Следующий наш Боец Тоже он Среди 32 лучших Денис Григорьев Два боя провел Два боя досрочно Ну Денис Как бы сказать Лидер Нашей команде Потому что он все-таки Чемпион Кубка мира Это Как бы сказать Ему Как бы его обязывает Тоже И Прошлый чемпионат Мира У него что-то не получалось Он был всегда На шаге От Того Но на этом чемпионате Мира Он все-таки С Юрием Владимировичем Шабанов Вот его тренер Сейчас показывает Это как раз его тренер Юрий Владимирович Шабанов А рядом сидел тренер Роман Нестеренко Роман Резник Вместе они Выводят И одного И второго бойца Но они там Всех выводят Да Как бы сказать Коллектив есть Кто как может Все помогают Друг другу Ребят Но все-таки Вот мы в прошлых наших программах С Леонидом Илюшкиным Обсуждали Что все-таки Несмотря на то Что последние годы Идет обмен Мощный между И странами Между регионами в России И идет Такое усреднение Некоторое Но все равно Отличие в школах Сохраняется И все-таки Вот для невосточной школы Она имеет свое лицо Там условно говоря Ульяновское Другое лицо Ваши ученики Они по-другому Немножко дерутся И не всегда Вот Ну Один тренер Может вывести Не любой тренер Может вывести Любого спортсмена Все-таки Надо Чтобы он чувствовал В какой манере Готов Драться Соперникам У Дениса Григорьева Болгарин Да Минус Драганов Говорили мы Что болгары Сильные бойцы Хорошая у них школа Но Знаете Против Дениса Григорьева Просто хорошим бойцом Быть мало Чтобы ему сопротивляться Надо быть Бойцом такого же уровня То есть Топ уровня Третий бой Третий бой досрочно Хочу сказать Что по Наблюдению Каждый бой Дениса Он был лучше Предыдущего То есть первый бой Он провел тяжело Следующий бой Легче И вот третий бой Еще легче Если так пойдет То вполне Он может претендовать А он в сборной Хочу сказать Был первым номером По-моему да Он выиграл чемпионат России Или Роман Нестеренко Роман Нестеренко Вторым он был номером Но все равно Это Он был среди Восьмерки Сеяных Конечно Денис Григорьев Я же говорю Он все-таки Долгое время был И лидером Фаритом Понятно Что Роман Нестеренко Пришел на смену Как бы Ему уже А вот Валерий Димитров Другой болгарин Который лидер Безусловный лидер Болгарской сборной Да вообще европейская Европейская Вместе с имбросом Наверное Вот они два лидера Да Обратите внимание Дорогие друзья На удар Правой ногой Которую он бьет Удар Называется Варерий кик Это От Валерий Удар Валерия Как его ввели в японцы До него На соревнованиях Высокого уровня Эти удары Не применялись И было даже непонятно Что Никто не верил Что таким ударом Можно А вот смотрите Уже раз 5-6 Он попал И уже Джимми Колин Швед Который предыдущие два боя Выиграл нокаутами Коленями в голову Он уже ногу-то подбирает Уже Зацепил ему ногу Валерий Да я вам скажу Очень важно Вот в этой ситуации Разбивать плечо Чтобы Как бы сказать Нога была в расслабленном состоянии Это очень важно То что Валера делает Может быть Многие этого не замечают Но вот этот нюанс Вот он есть И поэтому Когда нога расслаблена Его постоянно Забивает Когда он бьет Сначала в правое плечо Потом в правую ногу Он как раз думал Ваш Удар-то попал Между прочим Очень четко попал Правда через ладонь Но щелчок был Вот точно выпадает Не видно что Боится Не довосстановился Колин Да все Он уже Отступает Валерий конечно Это Как Сан-Песан сказал Валерий Димитров Это Как бы сказать Ну талант То что он делает На татаме Он как бы Играет в шахматы У него Нету суеты Он спокойно Методично делается Это кстати У него проявилось На прошлом чемпионате мира Когда он дрался С Сукамото Именно в абсолютной Категории Когда он Сукамото Нокаутировал Я как раз Этот бой Судил Я смотрел Тогда запомнился С этого момента Так уже Ну победа Достаточно убедительная В принципе там При более лояльном Судействии Могли бы даже Дать и Вазаре Но не дали Но судя по окончании Времени Отдали Четырьмя голосами С пяти Победу Димитрову Следующий поединок С участием нашего бойца Естественно Дорогие друзья Мы не имеем возможности Показать все Без исключения поединки Мы делаем акцент Конечно на лидерах И на Безусловно На всех наших бойцах И вот И следующий наш боец Евгений Андрушко Соперник его Венгер Золот Балок И Венгерская школа Вот она наверное В иерархии европейской Бойцов Где-то стоит на третьем месте После Тосов и Болгар Да-да-да Вот Очень бойцы Все такого хорошего Среднего уровня Но вот Среди них К сожалению На данный момент Таких звезд Большой величины Пока нет Хотя в свое время Были Были И в легком весе У них Были Очень Сильные И средние И в тяжелом Просто сейчас Такой видимо Период Но в любом случае Боец Любой Венгерский Это не подарок То есть Это не проходной бой Скажем так Я вам скажу почему Чемпион Европы В легкой весовой категории Это Венгер Действующий Да-да-да Действующий Он здесь дрался Он дрался Вернее Или будет еще Бой его Те кто смотрели Наши прошлые Две программы Видели Бои Евгения Андрюшко И помнят Что первый бой Тяжело Очень был Очень тяжелый бой Долго Выиграл С минимальным преимуществом Второй бой Значительно более уверенно Провел За явным преимуществом Выиграл Но на мой взгляд Третий опять бой Как-то развивается Не очень Для Я не хочу сказать Что Венгер Как-то что-то особенное Делал Что-то хорошо Но Такое впечатление Что физически Не очень готов Евгений Вот Венгер Ну что Навал просто Месиво Просто Ни одного акцентированного Удара Но Евгений В ответ Тоже особо Ничего не делает Мог бы Или принять бой Или перейти на одиночные Там как-то жестко Останавливать Как-то пытается Ну слава богу Потому что мог бы Сейчас уже сейчас Рефери присоединиться Как раз за Россию болеет За Россию? Да-да-да Как раз Да, наши ребята Вот у них на груди Если вы заметили Вряд ли, конечно, заметили Было написано F равно G умножено R в квадрате Это сила Значит, если вот знаете Формула Что F равно Ма в квадрате F равно Ма Ну Или там Ну да-да-да Формула энергии Тоже Е равно Мц в квадрате Вот здесь вот значит F равно Сила Равна Г Это от Григорьев Умножить на R в квадрате Это Роман Резник И Роман Нестеренко Нет, чуть-чуть по-другому Это было Глушенков На два Рома в квадрате Это Ах, даже Глушенков Вы видите, дорогие друзья Я невольно Невольно Обидел Наш всего Очень его гостя Нет-нет-нет Я ничего Потому что Денис Он достойный Понял А эту формулу Придумал Роман Резник Очень увлекаясь за физикой И Как бы сказать Мы долго вместе работаем Уже с 2001 года И вот Они Да, вот Несмотря на то Наш сегодняшний гость Борис Глушенков Живет в Москве Является Бранчифом Московской области Но вот так вот Получается Что Взаимодействие В Дальневосточном В Дальневосточном В Дальнем Востоке Ну вот Тому итог Это Рома Нестеренко Который Ну как бы сказать Показывает Ну такое Каратэ Ну неординарное То есть Мы стремимся К этому Чтобы его улучшить Как-то Сделать более Ну а то что Глушенков И два Романа Это сила С этим спорить Никто не будет Особенно те Вот кто Как я Помнят Поединки Самого Бориса В 90-м году Да, это давно было Да, было давно Но Те кому надо Все помнят Итак Мы Переходим К следующему Поединку Интересный бой К сожалению Одним бойцом Нашим Стало меньше Вот Евгений Андрушко Выбыл Но будем болеть За Геннадия Нечаева 57-й номер Хотя Из боев Третьего круга У него Наверное Тут Для наших бойцов Для наших бойцов Самый Опасный Соперник Действующий чемпион мира Да, Константин Вы правы Вы знаете Бойцы по-разному Вот не знаю Как бы например Тот же Евгений Вот который Получается Уступил Венгру Сейчас Как бы он Сопротивлялся Дрался бы С Сузуки Может быть даже и лучше Потому что зачастую Бывает что С бойцом низкого уровня Как-то Недостаточно мотивированным Выходит боец И проигрывает По собственной Какой-то вот Несобранности Вот мне показалось Что Евгений Вот так вот До конца просто Не включился толком Мне тоже кажется Да, ему нужно было Если бы он собрался И провел бой На таком Максимальном Как бы сказать Темпе боя На включении Физических качеств На плотности ударов Мог бы Выиграть этот бой У Геннадия тоже задача Хочу сказать вам Она Точнее у Геннадия А у Сузуки Задача тоже Не совсем простая Для Геннадия понятно Что задача непростая Дело в том Дело в том Как мы говорили В прошлой программе Геннадий Часть времени Подготовки Он провел в Японии Готовился к турниру Вместе с Сузуки Вот в их зале Уж не знаю Насколько плотно Тренировались они в паре Уж не знаю Сомневаюсь И как что происходило Но тем не менее Что он знает о Сузуке Достаточно Это очевидно Наверняка он Смотрел Делал выводы И видно В какие-то моменты Он Сузуки Очень серьезные проблемы Создает Вылавливает Лоу-кики Чисто То левой ногой То правой И Сузуки Бой такой В традиционной манере Руки плюс лоу-кики Пока Так Да и чудо Нахаживает Как правило Так бой развивается Когда соперники Хорошо знают друг друга И не рискуют Боятся поднимать Ноги в голову Если его поднимают То так наверняка Когда соперник раскрылся И бой конечно Безусловно равный Геннадий Значительно моложе Своего соперника Сузуки Как я говорил В прошлой программе 37 лет Мы еще обсуждали Что заставило его выйти В звании Будучи чемпионом мира Рисковать титул Мог бы уйти непобежденным И Леонид тогда сказал Что Это просто другой подход К карате у них У японцев То есть Титул Он на втором месте Важнее Мотивация Проверки себя Но Геннадию 25 Разница в 12 лет В принципе Конечно Геннадию бы надо Наверное Было бы Построить так Поединок Чтобы по возможности Измотать Взрастного соперника А где-нибудь там В третьем раунде Резко взвинтить темп Пытаться вот Потому что Я сомневаюсь Что можно за счет силы Или точных ударов Выиграть у Сузуки Да, Константин Вы правы Полностью Но на этого нужно Как бы сказать Иметь силы Чтобы это сделать В темпе отодраться Включить моторику Чтобы Сузуки под силом Так парень Тоже в нос Тоже это случай Прошлого чемпионата мира Когда Рома Нестеренко Дрался с Сузуки И Роман Резник Когда его секундировал Говорит Не наноси Сразу удар В область печени Чудан Ну Рома Как бы Ну тогда молод Еще был И сгоряча Сразу же ударил И видно было Что Сузуки под силу Он как-то перетерпел Это Ну удар сильный был И дальше уже контролировал Эту зону Да Не пропускал ударов Потом уже Во втором раунде Он выиграл У Романа Нестеренко И когда уже На школе остались Спрашивали у Сузуки Какой самый тяжелый был бой Он открыл кимоно И показал Рома Нестеренко У него была Большая гематома В области Печени Какой был момент у него С минимальным преимуществом В тремя Двое ничью Двое Победу в сторону Сузуки И Рефери отдал В сторону Сузуки Ну вот лично мое мнение Конечно Наверное Ближе Ближе к победе Сузуки Этот был Второй раунд Хотя конечно За Геннадия болели Но Ну к нихрю Сузуки Он такой Морально-волевой Человек Да Я помню его бой С Сукагоши Да И тот же бой Сукамото Чемпионата мира 96-го года Когда он Проиграл ему туда Был в волоске От звания Чемпионского Следующий поединок Мы выбрали Вот он Ах вот На Мото Да Не успел я сказать Почему его выбрали Но теперь вы и так Все понимаете А вот кстати Дальше в левом углу Наш гость сидит Поднял фражок Вел Это как раз Есть на Вранчив Борис Глушенков Но уже Второй нокаут Который японцы Для японской команды Когда их Спортсмен проигрывает Ударом коленом в голову В предыдущем кругу Нокаутировали Одного из Ну не скажу что фаворитов Но хорошего бойца И вот в этом кругу Очень быстро Произошло это Литовцы конечно Очень хорошо готовы И я вам скажу На Мото уже второй раз Проверяют Вот таким нокаутом Первый раз Своего романа Нестеринка Нокрутировал На чемпионате Японии В абсолютной Сокоте И сейчас он снова Литовцы Радостно улыбаются Ну точнее Сдержанно улыбаются Хотя вообще-то Они очень сильно Радовались В отдельные моменты Даже для Считается что Такие люди Достаточно Такие Сдержанные Но в какие-то моменты Прямо их трибуна Она была почти Целая трибуна Прямо взвивалась И были основания Очень хорошо Литовцы шли И вот Павлионец Кстати говоря По-моему Он чемпион Европы Был Только не в этом году Да В этом году Он проиграл Значит пять Его по нокаутам Кстати Так вот Хорошо-то Ну удивился Намерись Обратите внимание Дорогие друзья Тамишевари Как ломает доски Вот сейчас Максим Шевченко А чуть раньше Мы видели Локтем ломал Доски Василия Худяков Василий Худяков Один из самых Легких бойцов Турнира Долгое время До последнего движения Лидировал По сумме разбитых досок Он какой-то сумасшедший Количество Ломал Шута, Цуки И локтем Особенно И у него осечка Получилась на удар ногой Не дала Не сломал он И его партнер по команде Максим Шевченко Который Чуть меньше Ломал в каждой позиции Но вот за счет стабильности Выиграл чемпионат по Томишеварю Он выиграл чемпионат по Томишеварю Кстати говоря Он выходит на татами Максим Шевченко И второй год подряд Второй чемпионат подряд Выиграл чемпионское звание По Томишеварю Но если 4 года назад Он разделил это звание Вместе с Не помню сейчас Тоже Обладает большой силой И волей Духа Тоже он кстати опытный Уже много боев Второй чемпионат мира У него Тоже он же дерется Почти Тоже Лет 15 Наверное Он точно дерется Да Максим немножко тут Мне кажется Все таки Повезло Соперник у него Чуть меньше Обычно Вот Наших бойцов Как так получалось Все соперники Такие Помощнее Порослее Но вот в этом кругу Максим немножко Подвезло Тайша Вантанава Всего 82 Килограмма весит Против Максимова К 92 Ну веса Вы понимаете Приблизительные Ну там порядка 10 килограммов разницы Это очень Очень хочу сказать Полезно Для Максима Потому что У него был Очень тяжелый бой Вот по-моему В предыдущем кругу Или в первом кругу Который остался За рамками нашей трансляции Один из очень тяжелых Поединков И силой Могут понадобиться Дополнительные Хотя Мы знаем Что любой Японец Он Не подарок Будет Стоять И не падать Даже С полными Совсем Переломными Руками Ногами Ребрами Только Пожалуй Что В голову Если Как мы Видели В предыдущем Поединке Можно Остановить Ничейный результат Хотя На мой взгляд Максим получше Выглядел Наверное Не настолько Чтобы На чемпионате мира Отдавать победу Вот так После первого Раунда Тем не менее Увежав Солочь переживает Сейчас тренер Максима Видите Дорогие друзья Японцы Тоже учат У европейцев Сейчас Ватанабе Бил По-димитровски Пяткой В бедро Максим Максим действует Чуть попроще Ну Точнее И Максим Сейчас Как бы Ведет бой Вот Может быть Для тех Кто Не так Близко Знаком с Киукшином Кажется Что бой равный Но вот если посмотреть Внимательно Как бьет Один Как бьет Второй Становится Все Понятно Ватанабе Бьет Например Двойку В корпус Максим Вроде Легкие движения Рук Сбрасывает Руки Убирает В корпус Почти Не попадает Липпадает Скользь Зато Если бьет Максим У него предплечь Очень жестко Стоит В корпусе Если бьет Коленом Очень жестко В бедро Оно приходит Удара Не было В голову Вот я сейчас Очень длинную серию Максим делал Очень много ударов В верхней части груди Нанес И мне кажется Что просто Ватанабе Уже не мог Как сдержать И даже Если был Куда-то в область Головы удар Не специально Это от того Что Ватанабе Может подсел Немножко на ногах Потому что он уже Вот этот прессинг Ну просто не мог Сдержать Он пятился Пятился Пытался Может быть Упереться И может быть Даже действительно Голова немного Ну да Он позицию не держит Уже согнулся А это уже Ну видно Что он Отдает и центр И А вот интересно Как по правилам Если соперник Не то что сам Как-то санитировал А вот В результате Своих собственных действий Там наклонился вперед Получил удар Рукой в голову Может быть Он наказан Ну он не может быть Наказан Просто не накажут Того человека Который это сделал Ударил То есть Ну ему скажешь Чтобы голову не опускал Ну вот сейчас Как раз Президент Международной федерации Он же главный Судья Естественно Турнира Кэнджи Мидори Ну Сейчас дали Максиму Чуй Я думаю Сейчас Максим сейчас Максим выигрывает Позицию полностью Вот кстати говоря Да Вот если вспомнить Как дерется Худяков Василий Против тяжелых И сравнить его С Ватанаба Худяков наносит Контрудар При этом он стоит В позиции Жестко Не отлетает сам назад Он бьет Даже останавливает Более тяжелых соперников И даже Отдвигает их А Ватанаба Бьет Встречный удар При этом сам Отлетает назад То есть Нет упора Нет позиции Ну да Вот Так то может Что вы сказали Ну единогласно решили Судья Беусловно Следующий претендент На чемпионское звание Ну у нас же В принципе Уже сейчас В каждом бою Остаются претенденты На чемпионское звание Их практически Тем чемпионат И уникален Вот На мой взгляд Что ни один Ни два И ни три А восемь Десять человек Реально могли претендовать На попадание В тройку точно И про имброса Мы говорили Видим Что сейчас он уже Коленом-то Японцу Попал левым Очень хорошо в голову Японец провалился Поплыл И в принципе Не знаю В других Может быть Организациях Даже бы Вазаре дали За такой удар Потому что Он потерял опору И полетел вперед От удара Но обратите внимание Конечно Все равно То что мы говорили О японцах Вот все разрушено Вот все Он уже не держит позиции Но он не падает Вот он Пока его Вот выстрел В голову Не остановишь Он не упадет Мне кажется Русские тоже такие же Те же литовцы Такие же Болга По крайней мере Когда мы говорим О лучших бойцах Это конечно Это конечно Красиво Красиво Очень Очень Интересно За этим наблюдать Имбра знает Что он проигрывает По весам Этого японца Да Ну конечно Безусловно Хотя Откровенно хочу сказать Что вот Вначале пропустил Оляги в голову Поплыл Некоторое время Потребился на восстановление Я хочу сказать Что в концовке Выровнял в целом Таунбой Если бы так Бой продолжался Весь раунд Может быть Дали бы продление Но тут конечно С учетом первой половины Тут явная конечно Победа Имброса Ну конечно Да Если бы бой был Вот как вот Константин ты сказал Конечно Это было А вот он Танигава Ко С Романом Нестерянкой Говорили мы О Танигаве О том Что это Двукратный чемпион Кубка мира Легкой весовой категории Наряду с Судзуки Вот два бойца По 37 лет Только один боец старше Тут был 39-летний Немецкий боец Ну 37 лет 71 килограммов Все что можно Все против него И возраст у него Большой И вес у него маленький И вот все равно Он вышел на чемпионат мира Дошел вот до третьего круга Встречается сейчас С одним из претендентов На претендентов Ну даже на чемпионское звание Побоюсь такого И Вот Дерется При нем Причем Пока очень неплохо В принципе Делает Действует Роман Конечно Сейчас Роман Про сейчас Главное подобрать Просто определиться С какой тактикой Ему действовать Нашли Несколько Вариантов Можно попытаться Прессинговать его Своими прекрасными Ударами коленями Просто Первым номером работать Можно попытаться Его обманывать Чтобы с дистанции Вот ногами Примерно как сейчас Выцеливать Вот он с дистанцией Примерно как выстрел Знаете дорогие друзья Много бойцов Вот когда говорят Техничный боец Чаще всего имеют ввиду Что Боец легко работает ногами Во все уровни Обманывает финты А на мой взгляд Вот Лучшая техника Это Так вот Та У такого бойца Который Простыми ударами Может делать Вот невероятные вещи Вот Чтобы пробить Правым прямым Солнечное плетение С дистанции Как чуть раньше Сделал Роман Таких бойцов Вот за всю Историю Было всего несколько Я вот помню Таких случаев Виртуозное владение Правым прямым Цуки Базовым ударом Кёпу Шинкай А Получается что Им владеет всего Несколько человек Вообще Так как это требуется Я вам скажу Танигаву тяжело было Ну Его никогда По корпусу Не перебоевали Джидан пропускал Удары Там На весовом Чемпионате Было А по корпусу Он Ну Нестеренко Сейчас сильнее Конечно Ну В плане Если брать Потому что Наверное И молодость Все Соединилась Сейчас И Опыт Роман Нестеренко Именно поэтому Выдвинут По результатам 2007 года В номинации Лучшая техника В ассоциации Кёпсинка России Для профессиональной премии А это вот А вот Да Человек Боец Которого Спутать невозможно Ни с кем Есть много Кто под него Пытаются Работать Но ни у кого Это не получается Так как у него Видели Вы когда-нибудь видели Что бой начинался С движением спиной К сопернику В сторону соперника Причем Вот вы сейчас Имели возможность Это наблюдать Я надеюсь Что нас смотрят Те зрители Которые Смотрели Наши прошлые Две программы И обратите внимание Что И в первом кругу И во втором кругу Цукамото Закончил бои Вот Вертушкой в падении Кайтангири В голову И все три Эти вертушки Они отличались Траекториями Вот и сейчас Не дали Япон Дали Вазарь Соперник Потому что не упал Но то что он Недовосстановлен Это однозначно Что он плывет И не очень хорошо Это бразилец Какая Мы сейчас определим Да это бразилец Рафаэль Кардоза Гарсио Камо Конечно Это творческая личность У нас Коротеки Укушин Все-таки Сделал Искусство Тактика Мягкость Он где-то Может проиграть Где-то Он может Но все На него готовятся Очень серьезно Все хотят На него выиграть Каждый Его поединок Это шоу Театр Да есть Боксеры Некоторые профессиональные На которых народ Ходит валом Независимо А у них Причем много Поражения Все равно На них народ Ходит Потому что Любой бой Это будет Нечто Не похожее На другое Так и каждый Будет Сукамото Он сам по натуре Очень такой Хороший Добрый парень Если вспомнить Если вспомнить Действительно Каким был Кёкушин Вот сейчас Достаточно Разнообразно Многие бойцы Дерутся Творчески Но если вспомнить Середину 90-х Этого ведь не было Практически И он Настолько Выделялся Из общей массы Бойцов Причем Даже очень сильно Я думаю Что Уровень Организации Подготовки Чемпионат Очень высокий Об этом я сказал Официальный Президент Международная Руководство Международной Организации Это первое Во-вторых Я считаю Что для России Очень большой успех Что из восьми Спортсменов В финальную часть Боев Вошли четверо Да Именно четверо Бойцов Вошло Во второй день Турнира В 16 лучших Я надеюсь Что наши Зрители Останутся с нами Дождут четвертой Программы Посмотрят все бои Одной четвертой Полуфинала И финальные бои А с вами в студии Сегодня был Константин Белый И наш гость Бранчиф Обладатель пятого дана Тренер и судья Чемпионата мира Который мы с вами наблюдаем Борис Глушенков Всего доброго Всего доброго До свидания Здравствуйте Дорогие друзья Телеканал Боец Сегодняшней программы Завершает Цикл Из четырех Программ Посвященный Девятому Абсолютному Чемпионату Мира По Синке Оксинкай 2007 года В предыдущих Наших Трех Программах Очень много Мы видели Интересных Поединков Увидели Поединки Первого дня Первые три круга Прошло И сегодня В нашей сегодняшней Финальной программе Мы должны посмотреть Поединки второго дня То есть бои Одной четвертой Финал Одной второй И финалы Лучшие из лучших Остались Реально Бойцы Каждый из которых Может претендовать На чемпионское звание Через пять минут Начнется Финальный день Чемпионата мира В абсолютной категории По Шинке-Окушин 16 лучших бойцов Будут оспаривать Звание чемпиона мира Сейчас невозможно Сказать Кто будет чемпионом Слишком равный И очень высокий состав Лучших 16 бойцов И отрадно Говорить Что среди этих Лучших 16 Четверо россиян Роман Нестеренко Максим Шевченко Денис Григорьев И Василий Худяков Зал почти полон Зрители в предвкушении Ведь первый день Принес огромное количество Красивейших поединков Что будет сегодня Сказать сложно Можно сказать только то Что сегодня Определится чемпион мира С нами в студии Борис Глушенков Бранчив Москвы Московской области Обладатель пятого Дана Сам в прошлом Выдающийся боец Участник чемпионата Японии Абсолютного 1990 года Обладатель Кубка России 1991 года И мнение Этого профессионала Который был на турнире И в качестве Судьи И в качестве Тренера Нам поможет Разобраться Во всех Нюансах И Я думаю Что-то такое Из глубины Нам Какую-то тайну Информацию Обязательно Мы Сейчас попробуем Получить Добрый день Борис Добрый день Константин Во второй день Как мы видим Прошли 16 Лучших Бойцов Мужчин И Прошло Четыре Девушки Их было всего 32 В абсолютном В весе И первый Поединок Второго дня Наш Боец Василий Худяков Которому Очень много Говорили В предыдущих Программах Боец У которого Есть Свой фан-клуб Восоки То есть Восоки Японцы Болеют за Россиянина Василия Худякова И сегодня В первом же поединке Перед ним стоит Невозможная Сложная задача Но которую Тем не менее Надо постараться Решить Он выходит Против 115-килограммового Такаюки Цукагоши По неофициальному Прозвищу Шрек Если посмотрите Внимательно Сразу станет ясно Почему Одного из претендентов На чемпионское звание 45 килограммов Разницы Вот Борис Реально победить Такого бойца Ну вы знаете Конечно Это очень Сложный Риторический вопрос Всех времен Но Василий Сейчас делает Все что он может Конечно Это очень тяжело Это очень тяжело Фактически Даже больше Чем в полтора раза Тяжелее Да 45 А Вася весит 71 Значит Да Больше чем Пол веса Увидим И каждый по 7 минут Конечно Возможность Человека Все таки Какие то границы Все таки имеют А Василий Воля к победе По итогам 2007 Года И вот так И смотреть На этот В том числе Поединок Даже Сложно представить Что у него Могут быть Конкуренты Да Это Мне кажется Один из таких Один из тех Кто стоит До последнего Это Василий Кстати Оценки В Азаре Не было Не знаю Почему Дали За вот это Да Вообще-то Оценки Не было В Азаре Потому что В момент Сначения удара Вообще Василий Держал ногу Поднятой На защите Его просто За счет веса Снесло Честно говоря В победу Василий Цукагоше Даже наши Тренеры По большому счету Не верили Но просто Они Желали ему Всячески Победы Василию Болели За него Кричали Поддерживали Но как-то Сложно было Ждать победы Все-таки Была надежда Но Не было уверенности А вот В поединке Дениса Григорьева После Против Кенжи Маягала Уверенность У наших Тренеров Была Три боя Первого круга Закончил Денис Досрочно И Вот Этот соперник Тоже В принципе Не Казался Чем-то Неприходимым Значительно Ниже Ростом Но при этом Вес практически У них равный Там что-то Два-три килограмма Разница Около 100 И мы видим Какую тактику Выбрал Денис Или его Тренер Не знаю Вместе Старается Не принимать Ближний бой Пытается Работать Дистанции После Такого Плотного Удара Отходит Сам Назад Чтобы Сохранить Дистанцию И пока Тактика Приносит Успех То что Бьет Маягала Фактически Ударом Назвать Нельзя Вот Сблизи Какие Тычки Зато Каждый Удар Дениса Он Амплитудный Он Вкладывается Я хочу сказать Благодаря Роману Резеньку Перед чемпионатом мира Как бы сказать Приложил Денис Григорьев И Андрюшков Были Благовещенские На сборах Роман Ну Занимался Тактическим Маневрированием Чуть Денису Делать Потому что Времени мало Оставалось А нужно было Подготовиться К этому миру Он сам Ты из Хабаровска Да А вообще Знаете Дорогие друзья Вот просто Найти спарринг Партнеров Для бойцов Такого топ Уровня Это очень Очень большая Проблема Вот В профессиональных Видах Таких как Бокс Например Спарринг Партнеры Это Там Боксеры Тоже Очень высокого Уровня Они работают Спарринг-партнерами За серьезные деньги А в нашем Любительском виде Найти спарринг-партнера И то что Например Роман Резник Приглашает к себе Дениса Григорьева Он делает Тем самым Ну Показывает помощь И Роману Нестеренко И Денису Григорьеву Конечно Это очень важно Потому что И затем Как бы сказать В Хабаровске Собирались тоже Все Вот из Сибири Приезжали Это Нечаев Геннадий Ну Мы видели Что Майгава Чуть раньше В начале боя Тоже попал В горло Денису Но Денис Что-то Не строил Себя убитого Да Вот И не настолько Мне кажется Если даже был удар В горло Он был такой Скользящий Из ключицы Конечно Майгава Хотел С помощью этого Очень хотел Заработать Чтобы Денис Заработал Страфночку Да Вообще Хочу сказать Что вот Японская сборная На чемпионате Такого впечатления Это сильного Не произвела То есть Знали Конечно О силе фаворитов Цукагоши Цукамото Сузуки Ну вот Если раньше Так вот Как мы привыкли Что любой японец Мог претендовать На чемпионство То здесь Такого явно Не было И вот Например Чемпионских амбиций Того же Майгава Которого мы наблюдаем Никто например Не ждал Что он куда-то Далеко пройдет И таких было много Из 16 человек Реально Таких вот Первых номеров Японцев было Ну четверо Может быть Пожалуй побольше Может быть 6 И то там было Несколько неожиданных Поражений Да Со стороны Вот этих вот Второго состава Я вам скажу И свой чемпионат Выиграл Цукамото Денис Григорьев Денис Григорьев Побеждает В этом поединке Ну В общем-то Очевидно Мы видели Что Просто Майгава Это ни одного удара Толком Кроме как в горло И не попал Я вам скажу Последний чемпионат Весовой Пока Нету картинки Выиграл Цукамото И выиграл Уверенно И когда в финале Цукамото Раз Сукакоши Цукакоши Как бы Не то что боялся Очень сильно уважал Цукамото Даже ногу С головы Снимал Аккуратно И как раз Скомото там И Сузуки Нокаутировал За выход Валерий Димитров Которого мы Уже вам представляли Как одного из претендентов На чемпионское звание Против Венгра Желтого Балага Который К сожалению В предыдущем круге Выбил Из Турнирной сетки Евгения Андрюшко Никто Вы знаете Вот Привыкли Что Димитров Работает в ближнем бою Вот своими Вот этими Валерий Кик Которые вы сейчас Наблюдаете Хорошо бьет коленями Неожиданно И в голову И в корпус А вы видите Что он в принципе Прекрасно Растяжкой обладает И вертушку может Любую выстрелить В принципе В принципе Любым ударом Может Достигнуть цели И тем не менее Посмотрите Что творит Да Вот и сейчас Тоби Тоби Маваша Герри Гедан Прыжок Лоу-кик В прыжке Проще говоря Я вот Видел Только один раз Такой удар В исполнении На Япон Евгений Головихин Такой известный Боец В свое время Андрей Ануфриев Накуутировал Именно вот Лоу-киком В прыжке Да Это было Почти Там Порядок Больше Десяти лет Назад И Больше Других Примеров Я вот Второй раз Вижу Такой удар Очень жестко В своих действиях В каждом действии Димитров Будь он бьет Лоу-кик Обычный Будь варейки Пусть бьет Руками Пусть коленом Но каждый удар Видно он Как в мешок Просто Разрушена Защита Венгра Он терпит Уже Он фактически Даже не защищается Он просто терпит Да Удары Очень Плотные Жесткие Вкладываются Валера Когда мы брали Интервью Валерия Он Неплохо Говорит по-русски Так небольшой акцент Но он Вот фразы Строит правильно В общем Приятно даже С ним общаться Так вот Он сказал Что у него не было задачи Во что бы то ни стало Одержать победу На чемпионате Он говорит Я приехал Для того чтобы Показать все на что я способен А уж там как Получится А получается пока у него Очень неплохо Венгра Фактически он уже Победил Венгра даже не помышляет О том чтобы Как то выруть победу Даже не пытается Что его сейчас может спасти Один удачный удар Лаки панч Как говорят в боксе То есть Случайный удар Попадание Вертушка в падении Неожиданная Может быть Да Нокаут Случайный Да Случайный Бывает такое Иногда редко Но бывает Но он даже об этом и не думает Он просто думает Как бы поменьше Ущерба получить Как бы сохранить здоровье Очень красивый бой Тоже очень необычный Совсем по другому Как Чем Цукамото Дерется Димитров Но так же Так же Необычно Скажем прямо Непредсказуемо Непредсказуемо Чемпион Действующий Чемпион По крайней мере До начала боя Вот он Действующий Чемпион И в соперниках У него Дарис Гудаускас Тоже боец Тоже очень нестандартный Тоже очень необычный Прыгучий Вот Если Димитров Работает на ближней дистанции Непредсказуемо Цукамото Двигается Непредсказуемо Нестеренко Роман Бьет Неожиданно И может ударить Рукой Ногой Любой удар С любой дистанции Тоже непредсказуемо То вот Дарис Гудаускас Его коронка Это прыжки Удары в прыжках Прыгает С любой дистанции Любым тоже ударом Может коленом правым Может коленом леном Может майгере ударить Может маваша в прыжке В падении И при этом Если вы посмотрите внимательно Как высоко он выпрыгивает Ну я хочу Сказать Ну Отвергить Сказанное Константином Дариус Очень Как бы сказать Меня поразил На этом чемпионате мира Тоже Потому что буквально На чемпионате Европы Дарис проиграл Это нужно Столько сил воли Чтобы восстановиться И так Показать такой результат На чемпионате мира Уже в абсолютной Всевышней категории А проигрыш Все равно есть шанс Все равно есть шанс выиграть Закончить бой Несмотря ни на что В свою пользу А смотрите Сузуки перехватил Инициативу Навязал свой бой Ближний Где он очень силен Дариус У Сузуки Тактика абсолютно Правильно Выбранная Он вот этот Начальный шквал Выдерживает Выдержал Да И пытается На каждое действие Гудауско Сблизиться А вот сейчас Действительно Сузуки придерживает Похоже У него не хватает сил Вот в обмен В такой идти Ну да Дариус Темп очень большой Извините У боя Молодой парень 24 года Ну да А Сузуки Напомню 37 И что интересно Конечно Вот он Вроде бы Ближний бой Но в любой момент Может Гудауско Сделать прыжок Кувырок Разорвать дистанцию Ну Разорвать не так Дистанцию Дистанцию Разрывает лучше Наш Роман Естеренко Он может действительно Вроде что Только что был рядом И неожиданно Вот он уже далеко Ну На мой взгляд Вот это результат Правильный Хотя двое Отдали Судей Поднять флажки В сторону Гудауско Но Все-таки Он сражаясь С чемпионом мира И победа Чемпиона мира Она должна быть явной А все-таки Такого явного преимущества Стороны Гудауско Не было Было некоторое преимущество Но вот такой победы Чтобы сказать Да Он победил Все-таки не было Ну и вообще Ну и вообще Насколько я понимаю Чем ближе к финалу Тем судьи Больше дают возможности Подраться Если в первых кругах И в первом времени Давали победу Ну и во втором Чаще всего То сейчас уже Как правило Поединки уже По три раунда Проходят Это обычная практика В Японии Потому что Первых два круга Проходят очень быстро То есть Если ты в первом раунде Не смог Активно Отодраться То ты проиграешь Этот бой То есть По первым По первым кругам Очень быстро Люди отсеивают А потом уже Дают конечно Подраться Но Сузуки Конечно Немножко он так Грязновато дерется Если так смотреть Прихватывает Но устал Устал Но все-таки Вот Преимущество Не преимущество Достижение его в том Что он смог Навязать Гудаускусу Бой На той дистанции В той манере В которой вообще Гудаускусу не нужен Вообще-то Совершенно И в какие-то моменты Он даже получше Выглядит Потому что это его Дистанция Его привычная манера Вязкий Тяжелый Такой функциональный бой А потом надо не забывать Что Это поединки Первый Первый круг Второго дня То есть Это первый бой В этот день А как мы знаем И обсуждали это много раз Первый поединок На турнире Всегда сложный Волнение Избыток Адреналина Мешает Потом после первого боя Как правило Это уходит Ну вот сейчас уже Гудаускус руками По-моему Бить-то так вот Особо и перестал Ну да Он сейчас Имитирует Больше Накидывает Кстати Кстати Характер Манера боя После Виктора Горяська Очень похоже Но Виктор Еще чередует С ударами коленями Руки Руки Коленя Ну Виктор Бил А здесь Начинается Имитация Тут Она явно Видна Явно Видна Для опытного Судия К сожалению Далеко Не все Судии Далеко Не всегда Калификация Судий Соответствует Калификации Бойца Побеждает Дарью Гудаускас К сожалению Может быть Для японцев Чемпион мира Сложил свои полномочия Значит Сегодня Будет определен Новый чемпион мира Интересно Вот Сузуки После выигранного Чемпионата мира В 2003 году Остался Приехал на следующий Чемпионат Интересно После проигранного Чемпионата мира Продолжит ли он Карьеру Или он завершит ее Ну что касается Спорта Он В мае месяце Будет чемпионат Японии Отборочный Селекционный На Следующий Чемпионат мира По всем категориям Который придется В Санкт-Петербурге Он будет участвовать В отборочных Боях Попытается Попасть в борт В Японию Поразительно Так же Танигава Ко Он Двухратный Чемпион Кухтамира Который Проиграл Роман Нестеренко Здесь Вот он Хочет Готовиться На Кубок мира Ну чемпионат мира По всем категориям Ну кстати И для наших Спортсменов Российской команды Это тоже Такой знаковый турнир Потому что И Василий Худяков Будет драться Отбираться И отбираться На чемпионат И Виктор Карасюк Тоже сейчас Начал готовиться Тоже Отбираться К этому турниру И молодежь А Виктор Карасюк Напомню для зрителей Он обладатель Кубка мира Насколько я помню Призер Кубка мира 2001 2001 И призер Кубка мира 99-го года Ему тогда дал Был приз За лучшую технику Он самый легкий был Это чемпионат мира В абсолютной Своей категории Тогда он проиграл Немцу Бакаку Который уграл Уцепомото Когда очень известный Боец Многократный чемпион Чуть ли не пятикратный Чемпион Европы В разных весах То в легком Среднем он был Призер Кстати говоря Тоже По-моему был Абсолютно Восьмерку Абсолютно Чемпионат мира Он вторым был А даже вторым Да Вот как раз На том турнире Туда Европейцы Кто попал Это вот Бакак Он вторым стал Мазафир Бакак И Виктор Карасюк Седьмым стал Это вот Тогда такой был Ну вот Еще один литовец Семьдесят второй номер Миндаугус Павлеонис Боец Хорошо тоже известный Мы его тоже представляли Неоднократно В предыдущем круге Он выиграл Насколько я помню О Нет не помню К сожалению А Коленом Ударом коленом Выиграл Нахиро Намото Он Неожиданно Очень сильный Физически крепкий Японский боец В самом начале Фактически боя Да И Видим что С крепким японцем То он быстро разобрался А с более легким Максим Шевченко У него как-то Не очень-то И что получается Да Максим молодец Хорошо ведет бой Это очень Такой неудобный соперник Ну Прибал-то вообще Не всегда неудобный Он очень выносливый Жесткий А вот Максим Может Ну Максим Мне кажется Здесь пожестче Выглядит Какие-то удары Особенно руками Максим вообще добавил Молодец Он хорошо держит стойку Позицию Он не ломается У него хорошая спина Ноги Бьет Устал Устал Павлионис И То что он устал Видно потому Что он не защищается От ударов В грудь Не пытается сбрасывать Просто прижимает руки К себе А это признак Да Что Не хватает Исходить Максим Выигрывает Конечно По активности По Территории Которую он занимает То есть Это центр ковра За ним Он не выталкивает А выбивает Соперника За цветами А это Конечно Когда судьи смотрят Они Смотрят сколько раз Человек выходил Именно в борьбе В пассивном Просто отходил Последняя минута Точно Прошла полностью Поддиктовка Максима Миндагус Шел назад Даже толком Не защищаясь Просто вот так Пятился назад Прижимая руки Себе Поднимая ноги На защиту Я думаю Что единогласное решение Это то Что отражает Вообще Картинку боя Максим Перебинтованный Ну Затейпированный рукой Возможно Повредил Руку об доске Напомню Что он выиграл Чемпионат Которую 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 С Гобой Был бой И вот это Чемпион Европы В легком весе Это Венгер Там был такой Плотный бой Его в прошлом Да Мы Не видели В предыдущей Нашей программе Но мы его видели В первом Втором круге За явным Преимуществом Он выиграл Два боя И тут Встретился Как бы Как это правильно сказать Сеянным Более высокого Уровня Донатцем Имбросом Как мы Объясняли В нашей первой Программе Систему Рассеивания Рассеивает Сначала Первые четверо По четвертям Первый Сто двадцать Восьмой Шестьдесят Четвертый И И Соответственно Нас Девяносто Шестой И Девяносто Седьмой Так вот Имброс Он В сейнах Второго Уровня Находится Наряду с нашим Романом Нестеренко Киохида Куна Тоже Опытный Боец Но он Среди Сеянных Восьми Не Находится То есть В этом Поединке Фаворитом Является Не он Как ни Странно Мы Привы Что Японцы Фавориты Всегда В паре Здесь Фаворитом Является Донат Имброс Да Кстати Сам по себе Очень добрый Парень Но На татаме Так И что Вот Очень Нравится В поединках Донатаса Он Не Как сказать Не так Не прямолинейно Свою физическую силу Реализует Он Смотрите Смещается Влево Право Проваливает Накидывает То руки То колени Физически Очень сильный Конечно Атлет Физически Очень сильный Ну вот Мы же Ждем От физически Сильного Он примет Плотный Бой Начнет Просто Бить Вблизи Там Прямолинейно Цуки Цуки Лоу Да Он пытается Показывать Карате Довольно Такие Триктуального Уровня Тоже Можно Сказать Он И в голову Кидает Разнообразные Удары И даже Вертушки В падении Он Делает Уровня Меняет Это Очень Так Важно Кунок Конечно Стоит Но Он Просто Не успевает Что Он Стоит Потому Что Не Успевает И Обратите внимание Что Куна Из-за Того Что Так Мощно Его Атакуют Сразу Под Разными Углами Имброс Куна Вынужден Принять Очень Плотную Стойку Чтобы Его Не сдвинули И Фактически Из-за Этого У него Выключены Ноги Одними Руками Куна Дрался Так Кстати Вот Сейчас Когда Цукакуша Сделал Маваш Гири Василий Да Упал Там Не было Оценки Дали Вазаре Сейчас Им Раздел То же самое Только Майя Гири Встречная Тоже Человек Тяжелого В некоторых Федерациях Вот Федерация Кюкшенкан Международный Там Четко В правилах Прописано Если После Майя Гири Или Уширы Гири Соперник Падает Так Что У него Две Ноги Отрываются В воздух Такое Действие Оценивается На Вазаре Вот В принципе Здесь Не оценили Ну Конечно Выиграл Ну Конечно Выиграл Даже Непонятно На чем Основывались Те Суды Которые Показали Ничью В каждом Вот какой компонент Из Не взять И Количество И точность И ущерб То есть И техническую составляющую В каждом компоненте Он превзошел в темпе В каждом компоненте Таким образом Имброс Вошел в восьмерку лучших Роман Нестеренко Будет сражаться Я так понимаю С Алексеем Леоновым Да С Бойцом Из Казахстана За выход В одну Четвертую То есть Восьмерку лучших Открытие Кубка мира Алексей Леонов Потому что Он стал вторым призером До 80 килограмм Никто не ожидал Вот Он как-то Ворвался В элиту Кивукушина Вот Именно Шиньки Кивукушина Очень так Стремительно Ну Да Я хочу сказать Что Он был На этом турнире Он также был Среди Сейных Не самого первого уровня Вот Не первая восьмерка Но был Среди Сейных И даже в официальном журнале Турнира Лучшие бойцы Потенциальные Вот Те кто может Войти в восьмерку Там На них были На всех Некая дополнительная информация И вот Алексей Леонов Был Среди Вот Этих Вместе С Алексеем Касатоновым Дариусом Гудаускусом Вот В том Списке Второй состав Как бы Так сказать Достаточно Молодой Парень Года 22 Ему В большой Степени Ориентируется На тенденции Вообще В единоборствах В России Но не только Кюкушина Касается Вообще В единоборствах Вот И Это Приводит К тому Что В общем-то Достаточно Последние годы Очень Так Динамично Развиваются Казахстан В области Единоборств Различных Причем Не только Не только В Кюкушине Я вам скажу Ну Что касается Кюкушин Крады Конечно Очень Сильное Бурное Развитие Россия Ну Япония Традиционная И Бразилия Европа Это Вот Как бы Сказать Она Со своими Традициями Ну Да Литовские Например Бойцы Они давно Известны Если вспомнить Первый Чемпионат Европы Сразу Прошедший Сразу После смерти Мустат Саяма В абсолютном Весе Его выиграл Как раз Литовец По-моему Дарис Клопота Ускас Насколько Я помню Вот Уже С тех пор Уже Это еще До разделения Произошло До разделения Произошло Потом уже Потом уже То есть Корни уже Оттуда Да Рома Светка Ускас Как бы сказать Лидер Литовской Организации Он сейчас Президент Европейской Организации Могли Не сделать Направление Школу Хотя Литовцев Пять миллионов Человек И у них Очень Молодцы Ну вот Кстати говоря Если вернуться Казахстану С чего мы Начали В Казахстане Очень активно Смотрит телеканал Боец Очень много Приходит К нам Писем Там Электронных И кстати говоря На самом турнире К нам подходили Ребята из Казахстана И Вот Интересовались И канал Вообще Развитием Дел Одиноборств России Но вот В этом поединке Если вернуться К нему То В принципе Алексей Неплохо Начал Неплохо Начал Но скорее Потому что Роман Тоже Потом Роман Выбрал В этом бою В боях По разной тактике Где-то он действует Вторым номером Здесь он В середине боя Выбрал тактику Первого номера Очень активно Шел вперед С прямыми ударами И в общем-то Разрушил защиту Алексея Последние минуты Вообще То что называется В одну калитку Было преимущество Мне кажется Ну Алексей постарался На этом чемпионате Все сделать Возможно Что он сделал Он представляет Алматинскую школу Киркушин-кратэ В Казахстане Это южное направление Вам говорите Есть северное направление Это Целиноград Сейчас Астана Ну вот Алексей ведь прошел Тоже Три боя Выиграл До того Как встретиться С Романом Нестеренко В том числе По-моему Он выиграл У Кента Мори Да-да-да Это Это осталось Правда За кадром В нашей трансляции Но для него Это большой успех Лично для него Хотя казахи Они рассчитывали На большее Они рассчитывали Что у них восьмерке Будет как минимум В лучшем случае Два человека В худшем один Вот это была такая программа Сейчас очень интересный бой будет Это Сата Дерется Сукамото Сата Чемпион Японии В среднем весе А Сукамото Чемпион Японии В тяжелом весе Это последняя Япония Отборочная На этот Чемпионат мира Серьезно Чем он закончится Я извиняюсь С Сата Ямада Я быстро хотел сказать Ну что Надо отдать должное Ямада не боится Сукамото Я правда не знаю В одном ли они Бранчи То есть Или в разных Но по-любому Уж наверное Когда они Когда готовятся К тому же Абсолютно Японии Они наверняка Ну Разбирают Друг друга И готовились То есть Они в разных Бранчах Сукамото В Токио А Ямада Он Не в Токио Тренируется У Сукамото Сейчас свой доджи Он Как бы отдельно Доджи-оператор Тренирует Ведет Ну Ямада Очень Как бы сказать Сильный волевой Спортсмен Очень сильно Бьет руками Традиционная манера Сукамото Чуть другой Направленности Мы тоже Ну вот Ямада Прекрасно Понимает Что если он Попробует Прессануть Как говорят Сукамото Он скорее всего Поплотится То есть Сукамото Наверняка Его провалит Обманет Куда-нибудь Замотает Ударит Клином в голову Да Или чем угодно В голову ударит Он всем может ударить Вот А Поэтому Ямада И в то же время Отступать от Сукамото Во время атак Тоже неправильно Потому что Давать пространство Для его ног Поэтому он очень плотно Стоит на одном месте И старается Встречать Вот на любое действие Сукамото Он пытается сразу встречать Не всегда это удается Но То есть Вот сейчас было хорошо видно Он прям пошел Навстречу Встречным ударом В то же время Сам очень аккуратно Очень Не преследует Сукамото Боится Провалиться Ну и потом Надо не забывать Что в принципе Весы В этой ситуации Работают на Ямаду Он На сколько там 12-13 килограмм Примерно меньше Цукамото Где-то 94-95 А Ямадо Где-то 80-82 килограмм Вот так вот У них То есть В районе 12-15 килограммов Разница И вот так как Пока идет Если Цукамото Не прибавит Ну Преимущество В техническом Компоненте Есть В других Компонентах Нет А наверное Это все-таки Недостаточно Пока Для победы Прибавил активность В начале Ямада На второй раунд Время не поменьше Драться Две минуты Уже полегче Ну Если посмотреть Вспомнить Как был эпизод То Он в пах попал Именно в тот момент Когда Ямада Резко пошел Вперед Видимо Цукамото Не ожидал Просто не рассчитал Дистанцию То есть Это конечно Неумышленное Обычное Замечание Чуичи Объявляет Цукамото И вот Мне кажется Прошло то Что Зря сделал Ямада Он Попытался Прибавить В активности И тем самым Потерял Позицию И Цукамото Стал его сдвигать Назад Вроде как Ямада Активнее А выглядит Картинка Стала хуже Для него Выглядеть И наскорость Цукамото Его обманывает Да Конечно Да Зачем-то Стал работать Первым номером В отличие От предыдущего Раунда Надо не забывать Что у Цукамото В запасе Много всяких Хитростей Еще Вдобавок Кроме того Что он может Просто работать Плотно Он может Еще и обмануть Да Вот сейчас Он это и делает Он Загружает Правую сторону Шитоцкеем Чтобы он опустил руки Чтобы ударить коленом В голову То что он продемонстрировал На весном чемпионате Японии Японии конечно Трех человек Накуутировал Коленом Да Ну видите А к этому чемпионату Он видимо Сделал выводы То есть он Наверняка ожидал Что будут ждать От него колено В голову И первые три боя Цукамото Закончил вертушками В падении От него Видимо Это никто не ожидал И делает он И оригинальное Ну необычное Да Необычное Внутри Внутри В сторону Ну и Валера Дмитров То же самое Делает По моему В пах Попал Ямадаш Отдал Должок То что называется Но Цукамото Даже решил Не падать Было видно Что Неприятно Но Нюрнан Купи Джин Джим Купи 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 По доскам Побеждает Нет у них Разницы Веси Не было Оказалось Меньше Хотя По официальному Журналу У них Разница Должна Быть 12 Килограммов Для побед Должна 10 Но Значит Видимо Плотно Покушал Накануне Кацухита Ямада А по доскам Переезжает Его Цукамото Я думаю Что Если бы Цукамото Не вошел Восьмерку Это был бы Вообще Фурор Потому что Он реальный Претендент Вообще-то Был на Чемпионское Звание Ну да У него 128 Номер Ему Выделили А у Цукамото Который Сейчас Слева У него Первый Вот их Двух Главных Фаворитов Развели Который И пробивать Казалось бы, мало что делать, но он стабильно попадает Да, и вот он На протяжении уже многих лет Он стабильно, что в Японии дерется Что на международных турнирах Вот такого уровня Сейчас Денису непростая задача Третий раз попадает в пах Ему На каюке Цукагоше Как-то так странно Видимо, как-то вскользь Понятно, что не специально Вот не знаю Прав ли Денис, что пускает Цукагоше в клинч В клинче он более высокий Цукагоше его легче будет подвинуть Попытаться бы удержать Цукагоше на прямых руках Не пускать к себе вблизи И тормозить его коленями Если Денис дистанции бы работал, как прошлые бои Мне кажется, рисунок боя был бы другим Может быть, Денис опасается его коленей Этих лоу-киков Дело в том, что Вот если обратить внимание Цукагоше свое главное оружие Лоу-кик, которому выиграл практически все предыдущие круги И не только у Василия В первом бою он выиграл лоу-киком Он еще вообще практически нет возможности пустить Коротенькие какие-то удары накидывает Такие он Ну вот сейчас Денис, в принципе, провел атаку коленом левым В область печени пробивал, в область головы Попытка была Вот это надо и делать было Борис, вот на экране Вы вдали сидите Со свистком Судите непосредственно Вот хотел спросить Вот в таком поединке Ну, все понятно, что каждый судья Выходя, он должен судить честно, объективно Но вот есть такое понятие Как бы привычная картинка То есть, например, если Вы как тренер Привыкли к тому, что Ваши бойцы Они подвижны, например, да А Вы наблюдаете бой Цукагоши Который прямолинейно Цуки-Цуки лоу бьет И часто судьи обвиняют в том Что вот они подсуживают своим А это на самом деле не подсуживает А просто вот они привыкли к определенной картинке И другая картинка, она кажется Ну, какой-то такой неправильный, что ли Ну, я бы не сказал так Почему? Потому что это же Крады Кикушин, манер боя очень много И то, что делал сейчас Вот, допустим, Цукагоши Ну, он ввел бой Так как ему позволяют его параметры Он это делал Вот, на мой взгляд, бой-то равный Вот двое, трое подняли Цукагоши Ну, вот я редкий случай Когда я, наверное, не согласился бы с этим Вот этот раунд равный был И, конечно, не дали еще раз Еще одного раунда отодраться Хотя, я скажу откровенно В целом судейство Вот сколько мы наблюдаем Я думаю, зрители с нами согласятся Таких нарушений, которые вызвали бы удивление Решений, которые вызвали бы удивление Не было Я вам скажу, Константин, по большому счету Судейство Судейство в принципе В принципе Нормальное Вопрос второй Нужно выходить, побеждать И все Для этого нужно тренироваться Для этого нужно отдавать много времени Следующий бой Любопытный Одна четвертая финала Валерий Димитров слева Дарьев Гудаускас справа Да, это тоже Обувь физически подготовленная Очень неплохо Но если вспомнить, как Гудаускас дрался с Сузуки В предыдущем кругу Когда в ближнем бою Сузуки смог навязать ближний бой Гудаускас в ближнем бою Как-то ничего такого сверхъестественного не показал А вот как раз Димитров известен тем Что в ближнем бою Он очень хорошо себя чувствует Он в принципе и на средней дистанции хорошо чувствует Да, на средней нормальной дистанции Но вблизи Вот он обладает рядом ударов И лоу-кик у него мощные очень Колени По-моему уже, кстати, внутренний лоу Димитров ему пробил Как-то подрогнула нога Правая Они же еще соперники и по чемпионатам Европы Да уж, они Ну и видно, что они очень осторожны Вот как японцы между собой дерутся Потому что они друг друга знают прекрасно Так и Ну, Валера, мне кажется Почему так сейчас все это делает Он бой ведет Он это чувствует и видит сам И просто, чтобы меньше травмироваться Чтобы почище были удары Меньше попадать в колени Да, не то, что ведет Может не ведет Он просто чувствует Контролирует соперника Да Поэтому ему незачем прибавлять Он может прибавить в тот момент, когда нужно будет Он У него соперник, в принципе, как мне кажется Такая раскрытая книга Он выбирает Когда, куда, зачем Поэтому, мне кажется, готовит силы на следующие бои Очень хорошо Очень хорошо Шито пробил Солнечное сплетение И все Смотрите, как он По всем уровням И все-таки внутренний лоу В начале боя Он внутренний лоу ему пробил В эту ногу Отвлек внимание Какая длинная серия, если вспомнить, была Шито в солнечное сплетение Ороши Пару ударов в корпус Полностью отвлек внимание И четко внутренний лоу На япон Я думаю, что заслуга Они старые друзья Они давно же дерутся Сузуки тоже в этом есть В этой победе Потому что я думаю, он подготовил Многих к удалуску У Макса сейчас будет испытание, конечно Итак, еще один бой 1-4 финала Максим Шевченко Уже в статусе чемпиона мира В Потамешеваре Против действующего чемпиона Европы Донатеса Имброса Вот я, кстати говоря, помню обсуждение Относительно манеры боя Перед этим поединком И ждали От Имброса Что он Как более высокий Скорее всего Будет работать в ближнем бою И делать ставку на удар коленом Максима Потому что мы видели Коленом прекрасно Имброс работает И японца он Накуутировал этим коленом И Как потом мы говорили с Максимом Немножко неожиданно оказалось То, что Имброс не принял ближний бой Посмотрите внимательно Работает издали А это, конечно, говорит о широком тактическом потенциале Этого бойца Бойца И Броса очень опытный боец Он может взорваться Может Как сейчас Рвать темп может По разным уровням работать Как с ближней, так со средней Так и с дальней дистанции Максима Предыдущий бой был С японцем По-моему Предыдущий, да? Или один бой До этого Я сейчас не помню Очень тяжелый Один из самых длинных поединков Турнира Он шел все 4 раунда И Конечно Силу он отнял Прилично С Имбросом Может быть Чуть-чуть Вот этих сил-то не хватает Для того, чтобы он Более активно себя действовал Себя вел Ну, Максим, да, конечно Сейчас ждет, чтобы Имброс Ближе подошел Имброс не подходит А в то же время Физические возможности Он подает С дистанцией работать Более спокойнее А в то же время Вот самому Входить Максиму тоже Не очень просто Ну, конечно Имброс чувствует дистанцию хорошо И тоже сам встречает Да, Максим Ну, он сделал все возможное Ну, вообще хочу сказать Что попадание Максима в восьмерку Он сам расценит Как большой успех Это большой очень успех Для Максима Шевченко И для Ульяновской школы Казалось бы У них были И в призерах Чемпионатов Японии Весовых И абсолютных Как бы Они могли на это претендовать Но вот учитывая Наши зрители Это, наверное, сейчас понимают Осмотрев уже практически Весь чемпионат Оценив уровень бойцов Вот при таком составе участников Соперниче в таком Попадать в восьмерку Это очень большой успех Это очень, да И Макс Молодец Он, конечно, к этому долго шел И вот он смог это сделать Жалко, конечно Что Василий До восьмерки Ну как раз я хочу сказать Что Вот если так По большому счету Василию Попадание в восьмерку Оно, конечно, почетно Но оно так сильно Может быть Не играло роли Потому что Он уже много-много лет Как мастер спорта Международного класса Попадание в восьмерку Гарантирует присвоение Это звания А вот те трое ребят Которые вошли в восьмерку Максим Шевченко Денис Григорьев И Рома Нестеренко Они как раз были Просто мастерами спорта И для них попадание в восьмерку Кроме всего прочего Это еще и выполнение норматива Для них, конечно, это Двойной успех Кроме самого попадания Это еще вот такое Заслуженное Такое Ну Звание Они выполнили Сейчас вот Интересен будет бой Романа с Цукамото Я думаю Роман должен его выиграть По крайней мере Мне кажется Здесь у него больше шансов Вот И у ребят у наших Конечно шансы есть И безусловно Денис может победить Цукакоши Но вот этот бой Я тоже Мне очень интересен Я думаю Будет это очень интересный бой Красивый Я надеюсь Что Роман В общем-то Должен Взять вверх Мне кажется Здесь ему будет чуть полегче Чем остальным Вот такой вот Представил этот бой Наш Гость Первых двух программ Леонид Илюшкин Действительно Бой знаковый Роман Нестеренко И Наричика Цукамото Вот Те, кто Видели бои Романа Говорят Да он дерется Как Цукамото И Роман в интервью Нам так и говорил Прямо Что да На протяжении многих лет Цукамото Был его кумиром А соревноваться Выходить против своего кумира Вдвойне сложно Потому что Ну Ты дерешься С тем Со своим отражением Только лучше Как бы То есть Тот Кого ты берешь пример Это очень интересный бой Двух интеллектуалов Будем говорить Все вот эти повадки Когда вот Руку он так показал Оставил Посмотрите Как руки у них стоят Абсолютно Как будто зеркало Да Позиция рук Как они себя Вот очень Очень Похожи Это очень Такой интересный Бой был Много сил Конечно Заберет обоих Цукамото Тукамото имеет Некоторые преимущества В весе Роман Имеет Некоторые преимущества В досках Да В досках И В возрасте Хочу сказать Тоже Тут уж все Играет роль А я вам скажу Роман Тоже себя Переселил У Романа Была очень Серьезная Трамма У него Было переезд На 4 сухожилия Два года назад И вот Роман Это в результате Какого-то Нечастного Случа Или на соревнованиях На соревнованиях Это на улице Произошло Защищал Свою семью Это Свою племянницу И свою сестру И так вот Получилось Что мы переезд На 4 сухожилия И вот Роман Резник Благодаря тому Что он врач Сам по образованию Собрал Там Я не знаю Ведущих хирургов Наверное Амурского региона Они 5 часов Делали операцию Сделали операцию Роман может Сгибать руку И Смог Подготовиться К этому Это очень тяжелая Вообще травма Если кто знает Что такое Перерезать сухожилия На пальцах Что они Быше не срастаются И Человек-колекой становится Роман это смог Вот он сейчас Вот Вы смотрите Вот В очной встрече В очной встрече В начале Роман Очень Осторожно Сявил Ну Наверное давило То что он вышел Против Того На кого много лет Стремился быть похожим Но по ходу того Как идет бой И Роман понимает Что в принципе-то Все получается И что Да-да-да Вот он сейчас руками Останавливает Прям явно видно Что поймал кураж И стал действовать Так как он Каким мы привыкли Его видеть Последние годы Легким Непредсказуемым Импровизирует Видите Показал коленом Да Как он это Ударил Если Тот сближается Бьет рукой Если не сближается То выкидывает Либо колено Либо Хитрый удар Другой Конечно Очень такой Насыщенный бой Такой Эмоциональный Очень Амцукамото Активизировался Вот эта вот вещь Которую он Продемонстрировал На чемпионате Японии Весовом Где он Рома показал Что он прихватывал Еще не отпускал Но Один судья Считает Что Цукамото Был лучшим Но Кроме последних Наверное 15-20 секунд Раунде Преимущество Я бы Наоборот Посчитал За Рома Нестеренко Ну Это значит Что в принципе Цукамото Может прибавить Конечно Может Это И тут Конечно Может Сыграть роль Физическая готовность Цукамото Может прибавить Но может ли он прибавить На протяжении Всех двух минут Или у него Может прибавить На 15-20 секунд Это Серьезная разница Ну Конечно Это Прямой В исполнении Правой Прямой Цукки В исполнении Нестеренко Именно таким Который он пробил Кои-то Нигаву Ну Жестко Он останавливается Все-таки Комик Дальше Не лезет Еще раз Вы слышите Дорогие друзья Трибуны Кричат Ром Рома Да Это Болеют И русские Литовцы Болели С кому-то Да Сейчас Вяжется Он Не хватает Начинает И вот Вертушка Да Которую Он уже Трех человек Отправил Отдыхать И кстати Человек Был близок Буквально Там Несколько Миллиметров Спасло Вот он Показывает Что он Устал Что он Это самое Снова Вяжется Обратите Внимание Что он Вертушку Наносит Вертушку В падении Правой ногой Из правой Стойки Вот Я до этого Не обращал Внимание Сейчас обратил Очень неожиданно Обычно Бьют Вертушку В падении Задней ногой А он Бьет Делает Так Что Передней Наносит Конечно Переломный Момент Сейчас Вот Вот Трибуна На каждое Попадание Цукамото Радуется Вот Видите Слышите Раз Каждый Удар И То Что Кричать Хором Наричико Цукамото Это долго Просто радуется А наши Кричат Рома 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 Покороче Слово И теперь Уже В сторону Рома Один флажок Поднимает А это Это я Это третий Раунд Это Наш Сегодняшний Гость Дорогие Друзья Еще Еще одно Дополнительное Время Вот Сейчас Как раз Третий Раунд После этого Раунда Будут Смотреть Взвешивание Вот он Встал Вот Ну не дали Вот сейчас Кстати Ну там Удар был Абсолютно Чистый Чистый Без защиты И он Встал Ну мы видели Несколько раз Было На Этом чемпионате Когда люди С пробитой Ногой Показывали Бой С пробитым Животом Показывали Бой И все равно Судьи не показывают То есть не упал Значит в Азаре не было Хотя в принципе Если упал Это уже Япон Должно быть Ну вот Василий Худяков Я же говорю Вот оценку Когда показали В Азаре Когда он дрался Сурпуш Ну неоправданная Оценка была И здесь Да Вот Майгери Мы видели Когда свалили с ног Да Вот Майгери Когда С ног Снули Куна Хотя это явно Эффективность техники Да Он встать не мог Во-первых Три секунды Человек не может встать Или он без движения Это уже в Азаре Только Большой мастер Можете позволить В принципиальном Тяжелом бою Выкидывать ногами Удары Вот Такие Какие он считает Нужным Ведь Как известно Чем тяжелее бой Тем проще техника В этом бою То есть Идет все Упрощение Совсем тяжелые бои Вообще На одних руках Ведутся Да Только большие мастера Могут в таких поединках Выстреливать ногами Вот Там На выбор Что хотят И Радостно конечно Сказать Что Роман Уже можно Отнести К действительно Большим мастерам Молодцы Молодец Он конечно провел Тут свою волю Это для него Самый тяжелый бой В его жизни был Это первый Вот Судзуки Ну Цукамото Иногда Некорректно Так поступает Есть у него Такая вот Но он не привык Проигрывать Ну что же Ну Он иногда мог Я помню Акамото Бывший чемпионат мира Это по голове Ударит головой То еще что-то Разницы Разницы в весах Как вы понимаете Нет Считают Количество досок У каждого из них Цукамото 19 Цукамото Цукамото 19 Роман И в общем победа Заслуженная Да Он все поздравляет И это знаете Вот это большая победа Для всей команды Вот после этой победы Наши ребята Знаете Поверили Что в принципе Можно Замахнуться За звание Чемпиона мира Побороться За Чемпионское Непосредственное Звание Показательные выступления Были и в первый день Во второй В первый день Мы видели Выступление Такого Самурая 21 века Нанри Сан 70 с лишним лет Ему Который ломал Бетонные блоки Мы Все мечтаем тело Включая головой Такой всеобщий Любимец Японский Я знаете Встретил его Просто вечером Где-то в темноте На улице Токио Он шел В доге В кимоно В поясе Вот Ну вот Я так прям Представил его В парадном кимоно С поясом С мечами Вот прям так вот Как У него даже походка Как в фильмах У самураев Как мы привыкли видеть Была показательная программа Во второй день Ну Наверное Не сможем Вам показать Очень много Нам поединков Хочется Лучше показать Побольше И так мы дошли до Полуфиналов Дорогие друзья Полуфиналы Какаюки Цукагоши Слева Валерий Димитров Справа Где-то порядка 25 килограммов Разница в весе И вот Мне сложно Мне сложно Представить Чтобы Димитрова Можно было Пробить Да Кстати Константин Ты правильно Грешишь Значит Интересно На что На что Сделать Ставку Цукагоши Ну И Кстати Димитров Дерется Все-таки В другой Манере Чем мы Видли Во всех Предыдущих Боях В предыдущих Боях Он Смело Принимал Ближний Бой Здесь Он Все-таки Ближнего Боя Опасается И Не знаю Правильно Это Или Неправильно Уже Два Лоу Кик Он Справа И Слева Чисто Пропустил А Лоу Кик Цукагоши Это Не 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 Подарок Очень Дежелые Удары Вот Он Это Делает Похоже Сделал Ставку На Удары Длинные И Пытается Попасть В голову Видимо Не Верит В То Что Может Пробить Цукагоши В Корпус Или По Ногам Но При Этому Он И Рискует Сам Ногами Да Конечно Валера Просто Сейчас Встал Еще Мне Кажется Если Был Бывал Дистанцию Не Отдавал Ноги А Делал То Что Он Может Делать Это Верхний Удар И Сочетая С Нижними Удар И Разбивая Корпус Может Быть У него И Получилось Бы Выграть Но Сейчас Пока Он Принимает Много Ударов А Коши Да Сильные Удары Они До Сих Пор Не Встречались Нет Это Первый Раз Встречается Наверное Накопилась Усталость За Два Дня Турниров Боев Да Конечно Если Вот Так Вспомнить Путь Турнирный У Цукагоши Конечно Бои Были Полегче Во первых Он во всех Боях Был Более Тяжелым Соответственно Ему Не приходилось Физические силы Ох ты Почти попал В грудь Попал Шансы Шансы У Валера Были Сейчас Закончить Вот И Много Боев Цукагоши Отдали В первом Раунде Вообще С Василием Худяковым Правда В начале Во втором По-моему Раунде Ну В общем Не важно А у Димитрова Бои были Подлиннее Потяжелее Судя кстати говоря Юрий Шабанов Представитель Нашей страны В международной Организации Карате ВКО Шентюк Шинкай Тренер Дениса Григорьева Да Вот сейчас Еще одна Была попытка Очень такая Юрий Владимирович Сейчас предупреждение Дает В одну И вторую Сторону За что За цуками Это захваты Захваты Голос Юрия Владимировича Если послушать Такой Уже на пределе Хрипоты Потому что Он так Отдавался Выводя Дениса Григорьева Да Помогая Романа Нестеренко Да Переживал Что у него С каждым раундом Голос все Садился больше 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 Да Сам переживал Как бы сказать Схватку на дотами Вот сейчас Да Просто в обмен Луки Ребята пошли Отдает Ноги Сейчас Вабанку Пошел Зря Насколько Хватит Как и характерно Для тяжелорезов У Цукакуши Очень хорошая Выносливость Он иногда И длительные бои Проводит По 3-4 раунда И так вот идет У него тоже Нелегко давалось Тут Япония в частности Он очень сильно Страдал от Цукамото То то постоянно То обманет То еще То он выиграет То у него выиграет Ничего Ничего Если у него есть Преимущество В весе В силе То Он должен Его уметь Реализовывать Поэтому Ну да Это самое важное Это реализация То что у тебя есть Понятно Что соперники Будут стараться Не дать им реализовать Будут обманывать Будут Всящие как-то Опять Скользь прошло Прямо Черканул Стопой По щеке Ну Так Малера Накопились Все-таки удары Да Видите Если раньше Цукакоши Бил в обе ноги Лоутик Здесь он уже увидел Какая нога Уже Схвачена И начал добивать Только в заднюю ногу Не знаю Дадут ли сейчас Судьи победы Цукакоши Но на мой взгляд Все равно Победы Такой здесь не было Ну Все-таки равная Борьба Да Мне кажется Была равная борьба А судьи Я не знаю Я потерял Семножко Это второй раунд Или третий Это у нас второй раунд Если второй То скорее Наверное Все-таки К ничей Склоняться Нет Ну уж Один раунд Можно было Дать еще Подраться Ну да Мы как раз Увидели Ну Это вот Российская Там показывают Пастана Ирики Это тренер Цукамота Куна Ну большой Плеяды Спортсменов Японских Донат Имброс Против Рома Нестеренко Тоже интересный Бой Знаковый Да Вот После победы На Цукамото Все Предполагали Что Рома должен Получить Такой Заряд Энергии Что В принципе Ему все равно С кем драться И он Всех разорвет Просто Уничтожит И видно Вот даже Поначалу Что Рома Действительно Вышел на кураже Драться С имбросом То есть Он не боится Экспериментировать И там Не то что Экспериментировать Не боится Импровизировать Так будет Правильно сказать И больше Ему на бой Роману Роману говорили Не стоять на месте И постоянно Атаковать Нужно Просто Держать позицию Стойку И Ну Встать на ноги Ударить руками Потому что Вот в этой ситуации Нужно руками встречать Или Разбивать То есть Атаку Майя Герри То есть Прямой ногой Фронки И дальше Входить руками А что Говорит по поводу Ближнего боя Принимать Или что делать Ближний бой Можно принять Но очень Как бы сказать Быстро Нужно войти Но войти с ударами Вот Рома сейчас Зажимается А вот этого Не заделать Это сама Застаивается На средней дистанции На той дистанции На которой Конечно Импрос может вложиться Всем весом Здесь все же А вот Может быть Ну сейчас Что-то не получается За него Но он ищет пути Все равно Пытается это сделать Менее подвижен Вот сейчас Получше опять Ну вот сейчас Да Импрос конечно Более высокий Он быстрее Скращает дистанцию От него тяжелее Убегать Если против Низкорослых Японцев Рома сделал Шаг назад А японцы Надо сделать Два шага вперед И тут наоборот Рома надел Два шага назад А импрос Всего один шаг вперед Да Импрос подобрал Такую тактику Он вначале Аккуратно Сходится Держа контролирует Защиту И как только Подбирается Включается Как вот Как паровоз И уже не останавливается Пока Не вытолкнет Рому За край Татами Вот сейчас был Маме Хорошо попал Чуть-чуть Не достал Было видно Что импрос Не видел удара У него голова Даже дернулась Немного в сторону Но на излете Нога прилетела Рома позицию Сейчас уже Не держит Импрос Тоже не встречался С импросом До сих пор Нет Это вот Наших бойцов Как мы Сказал Леонид Илюшкин На европейские турниры Точнее На чемпионат Европы Пока не допускают Поскольку Россия Выделена в отдельный регион Да И нет возможности Очно так встречаться С этими бойцами На Украине Они могли встретиться Вот на турнире Но потом передумали Сделали Две весовые категории До 90 И плюс 90 И Рома остался До 90 А импрос Да Рома отодрался Со всеми литовцами То есть это Гуданец И еще один Кто дрался И выиграл у них А импрос дрался В тяжелой весовой категории Плюс 90 Тоже там выиграл Ну вот Хочу сказать Что Если Порошенко Рома и импрос Они еще и друзья В жизни То есть они общаются Всегда Вот так вот получилось Хочу сказать Что если поражение От Цукагоши Димитрова Было на мой взгляд Несколько спорным Ну решение После второго раунда То вот Честно говоря Конечно В этом поединке Мне кажется Импрос действительно Был получше Особенно во втором раунде Импрос да Но это не умаляет Достижение Романа Конечно Который ушел в четверку В четверку Я насколько знаю Наши бойцы До сих пор в четверку Еще не входили Ну да Только в восьмерку Я же говорю Карасюк был седьмым И по-моему Григорьев да Нет Это вот первый раз Все вышли А то есть Только Карасюк был седьмым Бой за третье место Между кстати говоря Боем Полуфинальным И боем за третье место Прошло очень мало времени Там было небольшое Показательное выступление И Ну хотя Оба бойца И Димитров И Нестеренко У них у обоих Были тяжелые поединки Скажем прямо То есть в принципе В этом плане Такого большого преимущества Никто не имеет Но только Димитров Все-таки Минут на десять Больше отдыхал Потому что у него Первый был бой Кстати тоже интересный бой Тоже двух мастеров Это они Хотели раньше Где-то Подросск Конечно Сожалеем Что мы не участвуем Мочи пять Европы Это Большой минус Для наших ребят Что они с европейцами Дерутся А европейская Каратевская Они на уровне Стоит Тоже достаточно хорошим Вот интересно Конечно Россия Она посередине лежит Дальневосточники Они ближе к японской Манере Восточные Западные ребята Ближе к европейской Такой подвижный Разнообразный И у нас Они между собой Сочетаются На соревнованиях Встречаются Ищут друг другу Ключи Как против этой Манеры драться Как против этой А европейцы Они такие В своем собственном Соку варятся И они В общем-то Знаете Вот как-то Они все-таки Друг на друга Больше похожи Так же как Вот японцы В основном Друг на друга Похожи За исключение Наверное Цукамото Вот Было бы любопытно Конечно С ними Встречаться Но Я знаю Что переговоры Идут Вопрос поднимается Неоднократно Не то что поднимается Нужно Решать Коренным образом И Это зависит От Руководителя Организации Как они решат На какие Подвижки Пойдут В той или иной Степени Это Японцев Зависит И от европейцев Уж по крайней мере Не отборочные Чемпионаты Уж надо открывать Потому что Понятно Отборочные Да У них и так Конкуренция большая Еще россияне Приедут Там Предложения были Раз в два года Проводить европейский Турнир Здесь в России Но пока Такого ответа Никакого мы не дали Потому что Не восстановился Роман Похоже И похоже У него До колена Уже он Показал бой Чуть раньше Боль От удара В правое колено Еще почти Полминуты Он терпел Но Димитров Конечно Опыт Дает себя знать Он не упустил Этого шанса Считаешь Что это очень Хорошая Подостяжение Для Ром Ему 27 лет Только Я думаю Что на следующем Чемпионате мира Тоже будет драться И на истонном Чемпионате мира У него есть возможность Все обдумать Посмотреть Проанализировать С Романом Резником Сделать выводы Ну как любой боец Я считаю Будь то карате Будь то другой Вид единоборств Каждый человек Не останавливается На достигнутом И старается Если у человека Есть стержень Душа Старается Подняться еще выше Я тоже самое Буду стараться Молодец Я что-то говорю Что у них Есть шанс Дальше еще Показать хорошее карате Я помню Спрашивали Что все-таки больше Радость от того Что вошел в четверку Или Горесть от того Что не выиграл Вот Ни бой за третье место Ни полуфинал Не поднялся выше Вот он Это была часть ответа Но он сказал Что Все-таки Все-таки Горечь присутствует Но Каждый кто видел Турнир Знает Что подняться в четверку Это уже успех И в принципе Результатом в целом Он Доволен Ну Задачи и цели Были высокие Конечно Тоже И кстати говоря Неизвестно Как бы сложился бой Если бы с Димитром Они встретились Вот не на это Не после Не после Боя с Имбросом А на другой стадии Ну и с Имбросом Если он встретился Не после Цукамота Да Тяжело Ну и тяжелая Подгруппа была Тоже там В принципе Уплывать на нам было Финальный бой Дорогие друзья Апофеоз Два дня Турнира 128 бойцов Было Осталось Два А вообще-то Должен остаться Только один И кто будет Это выяснится Через Буквально Меньше чем Через Десять минут И то Если бой будет Длиться Все положенные Раунды Ну на Кубке мира Они три раунда Дрались Как сейчас будет И там С переменным успехом Имброс Ну не додавливал Цукамота Не додавливал Чуть-чуть Где-то ему не хватало Хотя Сейчас посмотрим Как на чемпионате мира Вот не знаю Правильно ли Выбрал тактику Имброс Зачем-то он сам Подходит К Цукагоше Да вот Кстати Зачем Зачем С Максимом Шевченко Дрался Дистанцию С Роман Нестеренко Дрался Дистанция А Цукагоше С тем Который тяжелый Да Зачем Цукагоше Ему полегче здесь Он понимает Что нужно держать Голову Чтобы не Ну защищать голову Чтобы не пропустить Ударами к колену Потому что им бросают Их легче поднимать Чем кому-либо За 2 метра За 2 метра рост Какой у него рост Кстати Рост 196 сантиметров А 196 Ну 2 метра Да Кстати говоря Он дрался Вот Во втором круге С самым высоким бойцом Турнира Это Был такой Фредерик Олсен Швеции Вот тот как раз 2.05 И имброс Накутировал Маваши в голову Да 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 Самого высокого Бойца Турнира Да 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 Кстати Имброс Ну я не пойму Зачем он действительно Стоит в ближней дистанции Хотя он может Это все хорошо делать За средней и дальней дистанции Мы видели Что он это может делать Похоже Что он подустал Вот он Смотрите Он кидает джек Подустал конечно Да И оставляет руку вытянутой То есть пытается удержать На дистанции Руку Это значит Что у него нет сил Вернуть руку И вставить А Сукакошу Да Действительно Все он начинает Его просто Ну как бы сказать Как Как уж они говорят Есть ноги Просто начинает Знаете Он уже Не будет отпускать Мне кажется Все Сукакоша Понят Что ему другого Уже Шанса не будет В этой жизни Он знает Что нужно делать так Все Когда я смотрел Этот поединок В зале Вот у меня На фоне других Поединков Предыдущих Сложилось впечатление Что Имброс Как то не доработал Да Вот кстати Да И вы знаете Дорогие друзья Вот сейчас Вот Всем вам Хочу сказать Что я беру Свои слова Назад Это было впечатление На фоне Предыдущих боев На фоне Боя С там Семь же Снестеренко Или Сшевченко Или боя Цукакоши С Димитровым Сейчас мы С вами Видим Что Имброс Делает Все Что Может Вот Все Что Может Сколько У него Осталось Сил Да Имброс Кстати Отдает Все Что Может Тоже И Даже Непонятно Почему У меня Такое Было Там Впечатление Сейчас Видно Что Видно Все Да Конечно Имброс Все Все До Последнего Отдал И Чуть Чуть Мне Кажется У него Сил Не Хватило Но Я скажу Почему Очень Сильно Выложились Потому Что Когда Был Допинг Тест Он И Рома Нестеренко 5 часов Не Могли Сходить Туалет Так Они Перегрузились До У Цукамота Брали Допинг Тест И У Валера Димитрова Димитрова Как-то Побыстрее У него Прошло А У Имброса И Нестеренко Долго Они Ждали Так Итак Дорогие Друзья Чемпион Определен Следующим Очередным Чемпионом Мира На ближайшие 4 года Стал Такаюки Цукагоши Видите Ему Показывают У него Дело в том Что Выбит Зуб Точнее Не Выбит А Вывих Зуб У него Попали Ему Рукой Вывих Зуб И Когда У него Брали Интервью Это было Заметно Но Потом Ему Зуб Вставили На место Слава богу Не перелом Все Обошлось Но Победа Знаковая Он Вписал Своё Имя В ряд Вот Прошлый Чемпион Мира Который Отдал Ему Полномочия Всего Лишь 9 Чемпионов Мира Если Вести Счёт От самых Первых Ну Даже Если Учитывать И Чемпионов Мира Абсолют По версии Который Все равно Их Получится Все равно Там Сколько Еще Плюс 12 Человек За всю Историю Киокрушина Становились Абсолютными Чемпионами Мира Это конечно Достижение Когда Нибудь Им будет Россиянин Мы Это Знаем И может Быть Да Кстане Подвольте Мне От имени Всероссийская Федерация Синкт-Петербурга Поблагодарить Международную Организацию За принятое Решение О проведении Четвертого Кубка Мира В России Этот Турнир Будет Проведен В России С поддержкой Орган Государственной Власти Добро Пожаловать В Россию Санкт-Петербург В июне 2009 Добро Пожаловать И вот Кубок Мира О котором Сказал Сергей Рябухин Это Должен Быть Промежуточным Этапом Я надеюсь Для того Чтобы На следующем Чемпионате 2011 Года Вот На верхней Ступень Пьедестала Стоял Кто-то Из наших Ребят А все Для этого Есть Есть Смена Есть Бойцы Опытные Которые Есть Кому Передавать Опыт Есть Кому Учиться Самое Главное Что У ребят У всех Есть Желание К этому И Этот Прошлить Чемпионат Мира Это Ступень Совершенно Четко Ступень Один Шаг Вверх Потому Что До сих Пор В восьмерке Не было Трех Наших Бойцов Вообще Один Раз Как мы Выяснили Только Было В 1999 В Роман Нестеренко Вошел В четверку Молодцы Ребята Вот Это Как раз Роман Резник Тренер Роман Нестеренко А вот Абдурашид Хегиров Стоит Как раз Вы Показали Где Будет Прократить Чемпионат Организатор Кубка Мира В Санкт-Петербурге Дорогие друзья Закончен Наш большой цикл О чемпионате Мира Девятом Абсолютном По Шинке Окшинкай Который Прошел В октябре 2007 Года Турнир Был успешен Для нас Мы Постарались Показать Максимально Возможное Количество Поединков Думаю Вам было Интересно Все это Время С вами В студии Был Константин Белый А сегодня Мне помогал Вести Наш гость Бранчиф Обладатель Пятого Дана И в прошлом Прекрасный Боец Борис Клышенков Спасибо Борис Что пришли Вам Константин Спасибо Большое Что пригласили До свидания До свидания